Сегодня в нашей программе. Нам нужна не просто доктрина, мы хотим пережить реальность Бога. Мы были призваны к реальным отношениям с нашим Богом. Божья цель и судьба для нас не только читается в Библии о том, что Он сделал для других людей. Бог желает привести всех нас к такому же переживанию сверхъестественного Божьего присутствия в нашей жизни сегодня. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы вам очень рады. Мы верим, что Бог сотворит сегодня для вас что-то замечательное. Мы верим, что сегодня у Бога есть для вас Слово. Да благословит вас Бог. Шалом, возлюбленные. Слава Богу. Я Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на особенный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Начинается второй сезон серии, которую я заглавил «Сверхъестественное пребывание Бога». Все те, кто любит Бога, все те, кто пришел к Отцу через Его Сына и Духа Святого, жаждут переживать Его, Отца Иишуа, в своей жизни Его Духом Святым. Давид писал, «Как Лайн желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божьим». Бог так прекрасен. Он так нас наполняет. Это несравнимо ни с чем в нашем мире. Те из нас, кого коснулось присутствие Бога, так жаждут глубоко пережить это снова. В моей жизни были моменты, когда Бог потрясающим образом являл Свою славу. Несмотря на то, что это было 5, 10 и даже 15 лет назад, я все еще помню эти моменты. Какие-то из них длились всего секунду, но они оказали на меня такое сильное влияние, что я никогда их не забуду. И жажду следующего прикосновения Отца. В этой серии «Сверхъестественное пребывание Бога» мы поговорим о том, как мы можем чаще переживать Отца в своей повседневной жизни. И вот что важно. Мы хотим переживать Бога, но нам нужно осознать, что кроме нашего желания и кроме важности нашего с вами переживания Бога, есть более глубокий и более важный смысл. Он таков. Мы живем, запомните, живем для славы Божьей. Подумайте о переживании Бога. Да, мы хотим переживать Его, и это прекрасное желание, но это наше желание. Мы хотим быть рядом с Богом. Но при этом нам нужно осознавать и расставлять приоритеты правильно. Есть что-то более важное, и это слава Божия. Когда Иисус пришел на землю, Его целью было прославить Бога Отца. Основная цель Бога во всем, что Он делает, прославить Себя. Павел писал в послании к Ефесиным, что мы были спасены в похвалу Его славе и благодати. Глядя на небо, мы видим небесных обитателей, которые поклоняются Богу и поют «Святой». «Святой», «Святой Господь Бог Всемогущий». Нам нужно понять, что Евангелие было главным образом написано ради славы Бога. Не для нас и наших желаний и нужд. Да, все это важно. Но намного более важна слава Бога. Я делюсь этим с вами в первом выпуске нашей программы о переживании удивительного пребывания Бога по одной причине. Если мы хотим ходить в более близком общении с Богом и сильнее переживать Его, нам нужно осознать, что мы находимся на земле прежде всего не для того, чтобы ощущать Бога, но чтобы прославлять Его. Хочу внести ясность. Евангелие Бога сфокусировано прежде всего на Боге, а не на человеке. А теперь хочу продолжить мысль, на которой остановился в первом сезоне серии. Бог является суверенным. Он являет Себя нам тогда, когда Он Сам этого хочет. Что же на самом деле значит слава Божия, о которой я сейчас говорю? Это значит, что Бог делает Себя явным. Мы смотрим на небо, и небеса проповедуют славу Божию. Почему небеса проповедуют славу Бога? Потому что, глядя на небо, мы можем видеть славу Божию. Другими словами, мы видим бесконечность космоса. Глядя на землю, мы видим красивые горы, прекрасную радугу, красивые реки, красивые деревья и все Божие творения. Земля провозглашает славу Бога, потому что Его пребывание становится видимым или становится явным. Говоря о переживании Бога, мы на самом деле говорим о переживании Его славы. Бог делает Себя ощутимым для нас. Бог позволяет нам познать Его. Есть элемент тайны в том, когда Бог решает прославить Себя и явить Себя нам, когда Он этого хочет. С другой стороны, мы с вами тоже играем свою роль в том, чтобы войти в более глубокое хождение с Богом, которое поможет пережить нашего небесного Отца и Его сверхъестественную славу. Поэтому Бог говорит, «Приблизьтесь ко Мне, и Я приближусь к вам». Иисус сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Слава Божия — это тайна, потому что Бог суверенный. Он являет нам Свою славу, красоту и ценность, Свою драгоценность и великолепие. Он являет нам Себя тогда, когда хочет Сэм. С другой стороны, когда мы принимаем решение любить Его, повиноваться Ему и ставить Его на первое место, это привлекает Его и вдохновляет являть Себя нам, чтобы мы чаще переживали Его славу. В прошлом сезоне я говорил о нескольких практических шагах, которые могут помочь нам с вами попасть туда, где Бог будет являть Себя нам более часто, иметь с Богом более постоянное отношение и чаще переживать Его. Первое, о чем я сказал, — нужно выйти из мира. Писание говорит, отделитесь от мира, приблизьтесь ко мне, и я приму вас к себе. Если мы питаемся вещами мира, если ценим вещи мира, ищем вещей мира больше, чем Божиих, тогда мы не сможем часто переживать самого Бога. Возлюбленные. Бог любящий и милостивый. Он являет себя грешником. Но если мы хотим всегда переживать Его, мы должны выйти из мира. Мы должны принять решение любить Его больше, чем вещи этого мира. Это значит отвергнуть плотское. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божие. Нам нужно ценить Его выше всего остального, больше, чем финансы, больше, чем отношения с людьми. Приведу вам пример. Я пастор собрания. Очень часто я встречаю одиноких женщин, которые начинают приходить в собрания. Они хотят выйти замуж, они любят Бога, ревностно следуют за Ним, и вдруг в их жизни появляется какой-то мужчина. Очень часто бывает так, что эти женщины, которые любили Иисуса, с появления в их жизни мужчины совершенно сходили со своего курса и отпадали от Бога. Проблема в том, что они любили вещи мира больше, чем Бога. А это возлюбленное неправильно. Будь то материальные вещи, или ваша работа, или ваша семья, Иисус сказал, «Кто не возненавидит Отца своего и матери, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Нам нужно ценить Бога превыше всего прочего». Повторюсь, если мы хотим переживать сверхъестественного Бога постоянно, мы должны ценить Его, ценить познание и переживание Его выше всего остального. Апостол Павел хвалился своей жизнью до встречи с Ишуа. Он писал, «Еврей от евреев, из колена Вениаминова, обрезанный на восьмой день, обученный лучшим учителем Гамальилом, но все это я посчитал за мусор ради познания Иисуса Христа, Иешуа Хамашиаха, моего Господа. Он оставил все, что имел в мире, власть, свое положение лидирующего раввина или фарисея. Он оставил все это, чтобы познать Иисуса, силу Его воскресения и участия в Его страданиях. И вот что я хочу вам сказать. Возможно, вы говорите, «Бог, я хочу ощущать тебя в своей жизни». Но, возлюбленные, если вы хотите постоянно ощущать Бога, вам придется принимать непростые решения. Возможно, вы участвуете в каких-то вещах не от Бога. Вам нужно отрезать от себя эти вещи, выйти из мира, чтобы последовать за ним. Тогда вы обретете такое состояние, когда Бог может излить свою славу в вашей жизни совершенно по-новому. Итак, первое — отделиться от мира. В прошлом сезоне я говорил и о втором пункте — прекратить убегать. Со времен падения Адама и Евы в Эдемском саду человечество убегает. Ближе к концу серии я еще поговорю об этом, с точки зрения другого измерения. Когда Адам и Ева вкусили плодов дерева познания добра и зла, они тут же осознали, что наги, и стали убегать от Бога. На самом деле они бежали от самих себя. Они пытались убежать от внутреннего чувства своей неправоты. Они пытались убежать от чувства тревоги и страха. Библия говорит, что вкусив плод дерева, Адам и Ева в ту же секунду осознали, что наги. Они были наги и до этого. Но их это не беспокоило. Они об этом не задумывались. Но стоило им вкусить плодов, они ощутили свою наготу. Они вдруг решили, что им нужно прикрыться. Другими словами, они стали очень тревожными, неуверенными, стеснительными, и были уверены, что что-то не так. Они пытались убежать от этого чувства, но не могли, потому что оно было с ними, куда бы они ни пошли. Проблема в том, что сегодня мы с вами делаем то же самое, даже если не осознаем этого. Мы пытаемся убежать от чувства неловкости, неуверенности, тревоги и страха, что-то не в порядке с нами. Возможно, вы не осознаете этого, но это свойственно всем людям, пока они не примирятся с Богом. Мы пытаемся убежать от этих чувств и, к примеру, с головой погрузиться в работу. Есть такой тип людей-трудоголики. Почему им всегда нужно работать? Потому что им некомфортно ничего не делать и быть одним. Они бегут, пытаясь спастись от чувства, что внутри них что-то не так. Кто-то уходит в наркотики или алкоголь, в отношения, сплетни или материализм. Люди пытаются избежать самих себя. Нам нужно перестать убегать от того, кто мы есть, и повернуться лицом к Богу. Если мы станем целостными, то сможем переживать сверхъестественное пребывание Бога в своей жизни. Возлюбленные. Это тяжелый труд, и он требует дисциплины. Нам нужно сделать это, чтобы перестать просто существовать. Поскольку нам неуютно самими собой с момента грехопадения. Но Бог послал Своего Сына, чтобы исцелить нас, восстановить нас и сделать нас целостными. 14 глава от Марка это одно из наиболее трогательных мест во всем Слове Божьем. Мы читаем о женщине, которая взяла сосуд с ароматным маслом, стоимость которого была равна ее годовому доходу и помазала этим маслом тело Иисуса. Люди начали жаловаться, говорили, что масла слишком много, что это чрезмерная щедрость. Однако Иисус попросил оставить ее в покое. И сказал так, она сделала, что могла. Хочу задать вам вопрос. Вы сделали все, что могли? Подозреваю, что многим из нас нужно сделать больше. Подумайте вот о чем. Тело Иисуса, которое было помазано Марией, на земле больше нет, но мы по-прежнему можем помазывать его тело, совершая пожертвования служению, которое достигает мир для Господа. Хочу спросить вас, станете ли вы ежемесячным партнером программы «Еврейский Иисус»? Представите ли вы ему щедрый дар своей любви, посвятив себя тому, чтобы стать ежемесячным партнером этого служения? Через это вы будете помазывать его тело, потому что его тело нужно достигать здесь, на земле. И мы делаем это в нашей программе «Еврейский Иисус». Хочу поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Если Бог касается вас, станьте финансовым партнером Иисуса сегодня. Вернемся к нашей программе. Итак, в прошлый раз я говорил о том, как важно практиковать искусство быть в покое перед Господом. Библия говорит «Остановитесь и познайте, что я Господь». Он сказал в книге Исаии «В тишине и уповании крепость ваша». Нам нужно дисциплинировать себя, чтобы успокаиваться перед Господом. Какое-то время назад мне приснился сон, я упоминал о нем в прошлом выпуске. Господь показал мне, что я сижу за столом напротив человека в очень простой комнате. Там было окно, через которое я видел улицу. Мне хотелось выйти из комнаты, потому что я устал там сидеть. Я осознавал, что сижу напротив этого человека уже очень долго. Как только я подумал о том, чтобы встать и убежать, Дух Святой проговорил ко мне и сказал, «Нет, человек, который сидит напротив тебя, это Иисус». Я не видел его лица, но понимал, что это мой друг. Господь сказал мне, «Продолжай сидеть напротив Него. Не пытайся убежать или сделать что-то еще. Оставайся в покое. Сидя напротив Него, я сделаю тебя целостным». Возлюбленные, нам с вами нужно каждый день выделять время, чтобы остановиться и побыть в покое перед Господом. Нам нужно остановить свой бег. Хочу добавить пункт о совершенно новом измерении. Мы поговорили о том, что нужно выйти из мира, о том, как находиться в покое перед Господом, говорили о том, чтобы не убегать от Него, и теперь хочу добавить новое измерение и поговорить о том, как принимать Божий мир. Некоторые из нас не осознают, как тесно Божий мир связан с Божьим Духом. Да, мы все хотим мира и все знаем, что это хорошо. Но знали ли вы, что Библия говорит так? Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Почему Писание говорит, что Бог мира сокрушит сатану под вашими ногами? Потому что мир — это сущность Духа Святого. Помните, как Иисус дунул на своих учеников и, сделав это, сказал, «Мир мой оставляю вам». Хочу прочитать вам Евангелие от Иоанна, 14 главу, 27 стих. А затем перейду к 20 главе, 21 стиху. Хочу, чтобы вы поняли, насколько мир важен для переживания сверхъестественного Бога. Вот что говорит Иисус в Своем Слове. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иешуа говорит о сверхъестественном мире, который он оставляет нам. Он сказал, что его мир — это лекарство от страха. Он сказал, «Я дам вам мир, и пусть ваше сердце не тревожится и не боится». Это означает, что нам нужно избавиться от страха и тревог и принять мир, который Иешуа вдохнул в нас, когда уходил. Продолжая читать, мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 20 главе. В 21 стихе говорится, «Иисус сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Мне кажется, это потрясающе. Сначала Иисус сказал, «Мир вам», а затем «Примите Духа Святого». Когда Он высвобождал Духа Святого, Он высвобождал мир, возлюбленное. Мир — это основа власти. Если у нас нет мира, у нас нет силы. Корни любви в мире, а корни мира в любви. Поэтому важно учиться различать эти вещи, чтобы остановить духов, которые заставляют нас тревожиться. Остановить духов, вынуждающих нас убегать. держать духов, которые забирают мир, подальше от своего сердца и разума, и закрыть для них дверь. Мы осознаем, что Божий Дух — это Дух мира. Когда мы будем пребывать в мире и принимать Божий мир, только тогда мы сможем постоянно переживать Его присутствие, потому что Его присутствие — это сам мир. Иисус сказал, «Мир Мой даю вам». Затем Он дунул на учеников и сказал им слова, «Примите Руаха Кадыш». Возлюбленное, если мы хотим принять Руаха Кадыш, нам нужно принять мир. Прямо сейчас я хочу помолиться с вами, чтобы Бог укрепил и утвердил нас в Своем мире. Потому что нам не нужен мир от этого мира. Нам нужен мир от нашего Господа. Бог Отец во имя Иешуа. Мы можем много говорить об этих вещах, но мы знаем, что принять эти вещи можно только сверхъестественно. Однажды Иисус спросил у Петра, «Как ты думаешь, кто я?» Когда Петр ответил, «Ты Мессия?» Иисус сказал ему, «Блажен ты, Симон, Петр, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Бог Отец, прямо сейчас мы просим тебя суверенно и сверхъестественно укрепить и благословить нас своим миром, тем самым миром Принца мира, Мессии Иисуса. Просим тебя укрепить нас той же силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. укрепи наши души, проникни в наши разумы и наполни миром, Отец, во имя Иисуса. Подуй на нас снова тем же словом, произнесенным над первыми апостолами, когда ты сказал, «Примите Духа Святого, мир мой оставляю я вам». Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя за дар мира и просим тебя, укрепи нас своим могуществом во имя Принца мира Иисуса, Мессии. Отец, мы любим тебя, прославляем тебя и просим укрепить нас в переживании твоего удивительного божественного пребывания. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как источнику безопасности, но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. Вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности? Бог или деньги? Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не господином. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «РАВИН» на номер 4537, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я посылала ваше служение несколько молитвенных просьб, и на все получила потрясающие ответы. Рави, я твердо убеждена, что ваше служение очень помазано и имеет особое призвание от Бога. Я чувствую это каждый раз, когда вижу вас. Кимберли из Флориды. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку, поддерживая наше служение вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Миссия служения еврейский Иисус умножать учеников через проповедь Евангелия в Израиле и по всему миру. Но эта задача станет осуществимой только с помощью таких финансовых партнеров, как вы. Если Бог призывает вас стать ежемесячным партнером, заходите на наш сайт или позвоните нам по номеру, указанному на экране. Когда вы станете партнером, Рави хотел бы посеять вашу жизнь подарки для партнеров, следуя за ним, интервью о жизни Рави. Оно того стоило. Удивительная история жизни Синтии Шнайдер и Крусейды за кулисами. Эксклюзивные кадры путешествий Рави по всему миру. Присоединяйтесь к нам. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Я ва-ре-хе-хе-я-ве ва-йиш-мар-е-cha Я-эр-я-ве панав-е-le-cha и-и-сад-на-е- skill- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты умер на кресте за меня Поэтому я прошу Тебя Войди в мое сердце И поселись в нем навсегда Если вы произнесли эту молитву И отдали свою жизнь Иисусу А теперь готовы следовать за Ним То Он изменит вашу жизнь навсегда Если вы приняли это решение То я прошу вас Воспользуйтесь информацией Которая сейчас на ваших экранах Пусть Бог благословит вас Я люблю вас, шалом Смотрите программу Узнавая еврейского Иисуса Как хотите и где хотите Просматривайте на Фейсбуке Еженедельные послания Равина Семена Откровения Смотрите полные выпуски на Ютюбе Загружайте учения Равина Через наше мобильное приложение А также читайте особые письма От Синтии В следующем выпуске программы Еврейского Иисуса Равин объяснит, что принцип субботы Был задуман, чтобы приблизить нас к Богу Не пропустите этот захватывающий выпуск Субтитры создавал DimaTorzok